Свою фотоэкспозицию «Горские евреи в Великой Отечественной войне» я начала делать зимой прошлого года. Я работала на ней почти полгода. Распределила ее по темам. Первая тема «Горские евреи в Великой Отечественной войне». Я вкратце рассказываю, какой вклад внесли горские евреи во Вторую мировую войну. Этот ролл у меня посвящен нестарею душой ветераны, тем, кто остался в живых до сегодняшнего дня. Их немного. Вот один из представителей живет в Аракиве, Соломон Лухаев. Этот человек, полковник Рубин Рубинов, он живет в Краснодаре. Земра Рахмилов живет в Хадере. Третий ролл у нас идет награды, письма. Здесь есть на джюри письма. Здесь есть на иврите письма, которые посылали солдаты с фронта. Здесь есть грамоты. Вот эти все почти письма мне помогла составить Фрида Юсупова, моя коллега. Следующий ролл у нас идет о женщинах. Это, я считаю, самая интересная тема. Она посвящается горско-еврейским женщинам на фронте и к тылу. Вот эта девушка, Вера Зарваилова, она 1920 года рождения, училась на втором курсе мединститута. Когда погиб на войне ее брат, она пошла добровольцем на фронт и погибла под Кирчук. Вот это ее посмертное письмо войны. Здесь есть женщины с разных регионов. Это с Ростова, медсестра. Это с Махачкалы, с Крыма, с Дербента. Это мне представили, с Германии послали. Следующий ролл он посвящается теме погибших и пропавших в безднести. Я здесь сделала как мемориал немножко фамилии тех, кто погибли и пропали. Это из книги Ирины Михайловой «Еврей, Дербета, Великой Отечественной». Этот ролл посвящен горским евреям, жертвам Холокоста. Об этой теме очень много писал мой отец в своей второй книге «Заживо погребенные». Вот как здесь мемориал находится как раз, где поставили жертвам Богдановки. Этот мемориал установили в Нью-Йорке. Это семья погибшая в Крыму, горские евреи. Этот человек, Семен Янатаев, он вернулся в Богдановку, где расстреляли его семью. Ну вот, пятеро детей. Это с Крыма. Это установлен памятник в Бруклине. Это у памятника в Богдановке. Следующий ролл у нас идет, посвященный без вести пропавшим и погибшим на войне. Здесь я взяла, вот тоже Фриды Исуфовы мне представила. Погибший на ум Мушаилов, где он похоронен, здесь указано. Вот эти письма, треугольники, которые посылали с войны без вести пропавшей, погибшей на войне. Справки. Вот отец вместе с двумя сыновьями погиб на войне. Они с Фарташена, с Огута. Это с Красной Слободы пропал без вести. Здесь под каждой указано все. Вот молодые лица, вечно молодых солдат. Оставших на фронтах Великой Отечественной войны. Горские евреи. Дальше у нас идет посвященное горские евреям Нальчика, Грозного. Здесь у нас герой Советского Союза. Исаев Назаров. Здесь у нас Мушаил Якудаев, Илья Абрамов. Это с Грозного, это с Нальчика. Следующий ролок посвящен тем счастливчикам, я считаю, которые вернулись с войны. Вот как раз со мной Инесса Ташаева. Она предоставила фотографию своего отца, Матфея Рафаэловича Дегилова. Он ушел из жизни в 1981 году. Здесь у нас дедушка Германа Рожбилевича Захаряева, Хагай Захаряев. Он ушел в ГУБ в 1997 году. То есть это все те, которых я смогла собрать, фотографии те, которые вернулись. Это прославленный черный капитан Мукдашик Изгилов. Это герой Советского Союза Шатиль Семенович Абрамов. Вот молодом, послевоенном. То есть я поэт Сергея Изгиловича, он тоже был на войне. Прекрасная музыка. Просто прекрасная. Это была нелегкая работа, но я благодарна нашему президенту фонда Герману Рожбилевичу за то, что он поддержал мою идею лично. И мы ее готовили к той дате, которую он вынес на обсуждение, чтобы День Победы отмечался по еврейскому календарю. И я хочу вот мою фотоэкспозицию, вот эту, проехать по всем городам Израиля. Следующую я планирую делать в Ако. Буду делать в Кармиеле, Мигдалемике, Натане. И я хочу сделать еще дополнительный ролик по этим городам. Вот на Цирит Элит, например. Те у нас ветераны, которых уже нет в живых, потому что многие из них, даже которые в живых остались, они уже перешагнули 90-летний рубеж. Моего графика зовут Игорь Хананьяев, он из Твери. Я проехала почти 200 семей горских евреев по всему Израилю, выпрашивая вот эти все фотографии. Люди с удовольствием делились со мной информацией, своими родственниками. И сегодня ко мне подходили люди, дают телефоны, объясняют, мол, приезжайте, напишите про нас. Это тема неисчерпаемая, тема войны. Это дань памяти нашим дедочкам, нашим бабушкам, которые выдержали, выдержали те страшные годы ради нашего будущего. Спасибо.